Цикл работы одного цилиндра в двигателе внутреннего сгорания состоит из 4 обязательных пунктов. Первый наполнение цилиндра топливовоздушной смесью, Второе сжатие, Третье работа и четвертый выпуск. Если хоть один из пунктов не будет выполняться, двигатель соответственно не будет работать. При этом не важно 4 тактный двигатель или 2 тактный. Напомню, такт это движение поршня либо вверх, либо вниз. С 4 тактным двигателем все ясно, каждый из 4 пунктов соответствует одному такту. Кстати, если кто не смотрел видео о том, как работает 4 тактный двигатель скутера, Можете посмотреть по ссылке в подсказке. Но как же выполняет четыре условия двухтактный двигатель? Ведь у него всего-то два такта. Попробуем разобраться на примере двигателя от китайского цепного скутера. Двигатель состоит из картера, коленвала, поршня, цилиндра, головки цилиндра и лепесткового клапана. Перед лепестковым клапаном устанавливается карбюратор. Цилиндр имеет специальные вырезы, называемые окнами. Разделяют окна на выпускные и продувочные. Этот цилиндр имеет одно выпускное окно и три продувочных. В анимации я буду использовать одно из трех продувочных окон. Продувочные окна служат для наполнения цилиндра топливо-воздушной смесью, вытесняя при этом отработанные газы через выпускное окно. Начало первого такта. Поршень движется вверх. Когда он перекроет собой продувочные окна, по мере движения поршня вверх, в кривошипной камере в картере начинает создаваться отрицательное давление. Другими словами, разрежение. Атмосферное давление стремится любыми путями проникнуть в эту область низкого давления. И если сальники коленвала и прокладка цилиндра целы, то единственный путь попасть в атмосфере в картер лежит сначала через карбюратор, где воздух смешается с топливом, далее топливная смесь через лепестковый клапан, пересилив действие пружинистых лепестков, втягивается в картер. Существуют модели двух такников без лепестковых клапанов. Там роль клапана выполняет сам поршень. При этом в цилиндре, помимо выпускных окон и продувочных, есть еще и впускные окна. В этом же цилиндре нет впускных окон. Когда поршень в конце первого такта достигает верхней мертвой точки, давление в кривошипной камере уравнивается с атмосферным. Лепестки клапана запираются. Начинается второй такт. Поршень движется вниз, сжимая топливо-воздушную смесь, которой заполнена кривошипная камера. Опять же при условии, что смесь не покинет картеры через плохие уплотняющие элементы. Вот почему особое внимание в двухтактных двигателях стоит уделять сальникам каленвала и прокладке цилиндра. Под конец второго такта, когда поршень открывает продувочные каналы, сжатая топливо-воздушная смесь врывается в цилиндр. Некоторая часть смеси попадает в выхлоп, так как в это время открыто выпускное окно. Чтобы минимизировать потери смеси и увеличить эффективность работы двигателя, подбирают специальные выхлопные резонаторы. Но, как правило, резонатор будет работать только в определенном диапазоне оборотов двигателя. Когда поршень достигает нижней мертвой точки, чтобы не препятствовать смеси попадать в боковые продувочные каналы, в юбке поршня имеются два выреза. Ответные вырезы также присутствуют в нижней части цилиндра. Начинается первый такт. Поршень снова движется вверх. Под поршнем происходит наполнение кривошипной камеры новой порцией смеси. А в цилиндре в это время происходит сжатие. Как только поршень преодолевает верхнюю мертвую точку, свеча зажигает смеси, происходит воспламенение с последующим расширением газа. Второй такт поршень выполняет работу. Двигаясь вниз, первым приоткрывается выпускное окно. Остаточное давление вырывается в выхлопную систему. Следом открываются продувочные окна. Свежая смесь под давлением врывается в цилиндр, вытесняя с собой остатки отработавших газов. Процесс повторяется. В отличие от четырехтактного двигателя, двухтактным следует строго соблюдать расположение замков компрессионных колец. Для этого в кольцевых канавах поршня установлены штифты, чтобы предотвратить смещение колец от заданного положения. Соответственно и поршень устанавливается строго в одном положении. В противном случае край компрессионного кольца может зацепиться за одно из окон цилиндра. Смазка в двухтактных двигателях выполняется одним из двух способов. Первый, это когда бензин предварительно смешивают с маслом перед заправкой в бак в пропорции 1 к 25, что означает, что на 25 литров бензина нужно литр масла, а это в свою очередь 40 грамм масла на литр бензина. Таким образом, топливовоздушная смесь с примесями масла, попадая в кривошипную камеру, смазывает коренные подшипники, поршневой палец и цилиндр. Второй вариант смазки, как в данном скутере, это прямая беспрерывная подача масла прямо в кривошипную камеру. Для этого в скутере имеется отдельный бак с маслом и масляной насос, который качает масло в картер через этот штуцер. На этом все, спасибо, что смотрели, пока! Субтитры создавал DimaTorzok